Пожар на площади 15 тысяч квадратных метров произошел в Кировском округе 1 мая. В границах улиц 3-я Любинская, Рокоссовского и 2-я Солнечная загорелся камыш. На место выехали 7 автомобилей и 35 спасателей. Открытое горение удалось ликвидировать спустя час. Еще одно крупное возгорание в этот же день случилось в селе Петровка Омского района. Горела трава и хозпостройки на площади 500 квадратов. На тушение потребовалось около 20 минут. Пострадавших нет. Напомним, с 25 апреля в Омском регионе установлен особый противопожарный режим. Количество термоточек по области растет. От крупных пожаров ранее пострадались жители села Чистоозер и Большереченского района. Из-за сухой травы там сгорело 15 строений, в том числе 4 дома. Уберечь свой 85-летняя Надежда Кучумова смогла. Это она прокатила главу Виталия Хаценко по деревне на своем лимузине. Так пенсионерка называет оставшийся от мужа УАЗ с открытой кабиной. Видео зашло в топ по просмотрам. Корреспонденты телеканала Омск ТВ выехали в Чистоозерье и встретились с новой звездой соцсетей. Да все перезвонили уже, я не знаю где кто не живет, все перезвонили, и родственники, и чужие, и корреспонденты всякие, господи, ото всех каналов, наверное. Поехали мы, он говорит, а можно третки включить? Я говорю, нет, у меня ограничения больше первая, вторая и задняя, и все. Крупный пожар случился и в селе Новокарасук Крутинского района. Там огонь уничтожил 8 домов. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств масштабных возгораний. Возбуждено уголовное дело о халатности. Глава Омской области Виталий Хаценко провел оперштаб по чрезвычайным ситуациям. С 30 апреля в регионе вдвое увеличили минерализированные полосы вокруг населенных пунктов до 20 метров. Главам районов поручено немедленно приступить к работе. Важно не расслабляться. Омская область каждый год в зоне риска. МЧС предупреждает, Росгидромет предупреждает. Но судя по событиям в Вольшереченском, Крутинском, Тюкалинском районах, выводы до конца не делаются. Количество природных термоточек увеличивается. Сейчас самое главное – оперативное реагирование. Поставил задачу главам районов вести работу местных штабов ПЧС в круглосуточном режиме. В каждом селе должен быть уполномоченный ПЧС. От пожаров в регионе пострадали 34 человека. Все они уже получили компенсации. 100 тысяч рублей из резервного фонда облправительства и 50 тысяч на вещи первой необходимости от Минтруда. В своем телеграм-канале глава региона сообщил, что держит ситуацию с выплатами на личном контроле. По его словам, возможностей у униципалитета недостаточно. Главы районов должны оперативно подобрать людям новое жилье в том же населенном пункте и подать заявление в правительство на получение средств из регионального резервного фонда. Продолжение следует...